Это вечер на седьмом и в студии для вас работает Анна Кравцова. Говорить сегодня будем о Незрадлывых. Именно так называется информационный проект о военно-морских силах Украины. Презентовать этот проект будут организаторы, собственно, Алена Балаба и Татьяна Почтенных. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как возникла эта идея и почему именно военно-морские силы? Идея возникла, скажем, спонтанно. Просто на глаза попалась публикация 1957 года из американского журнала «Модного», где были красивые девушки в красивых платьях на боевом корабле с моряками. И все. И, в принципе, Алена Сивак, одна из наших организаторов проекта, она сказала, давайте попробуем сделать то же самое. Потому что Алена и Саша Сивак работают с ВМС уже с марта 2014 года. И, как бы, знают всю ситуацию внутри, наверное, как никто другой. Поэтому они сказали, а давайте попробуем. Ну, попробуем. Я написала пост на Фейсбуке, сказала, а кто хочет поучаствовать. Таня откликнулась. Мы сразу стали кидать зов по дизайнерам, по моделям. И, в принципе, благодаря социальным сетям вот оно вот родилось так, как родилось. Я знаю, что Ваш проект состоит из трех частей, насколько я понимаю. Просто хотелось бы более подробно поговорить о календаре, потому что не все зрители знают. Мы сразу так перешли к этому проекту, и Вы начали рассказывать про календарь. Расскажите, пожалуйста, именно более подробно, то есть, возможно, уже какие-то курьезные моменты со времени съемок, насколько ребята себя чувствовали, потому что вообще фантастика. Видишь, как супергерои. Давайте я расскажу про весь проект, который состоит. А Таня уже расскажет непосредственно про съемки, потому что она... Их курировала. Да, курировала моделей, модельное агентство и наряд. Ну, поначалу как бы родилось вот, да, вот мы снимем красивую девушку в красивых платьях с красивыми моряками. А потом это мы обратились в штаб морских сил, и они сказали, а как раз тогда это было после ротации. И бойцы пришли непосредственно с фронта, с сектора М, они сказали, как вы будете снимать вот этот вот весь гламур, а мы тут вот сидим по копах и кормим непонятно кого, а вы тут будете вот... Вот, то есть это будет действительно раздражать людей на фронте, и как они это все воспринят. Мы сказали, что мы будем работать на позитив. Все равно, то есть, страна воюет, это понятно, но тем не менее, есть мирная жизнь, и есть то, ради чего стоит жить вообще, и бороться, и воевать, правильно? И мы хотим показать эту структуру, ради чего. Я бы тут хотела добавить, что сегодня вот как раз Урсул Андрей Александрович говорил об этом, что пока шла съемка, он говорил с одной из моделей, говорит, ну вот, чего вы здесь? Да, они, естественно, в процессе съемок уже познакомились, сначала это было очень сковано, потом это было совсем по-другому пошло. Ну, и девушка сказала, они нас защищают, знаете, и вот это, ну, нам очень важно, что это будет понимать более широкая аудитория, да, что девочки их так восприняли, да, то есть это, да, это, ну, то есть специфика их работы, да, наверное, и возраст еще, да, возможно, они не задумывались о серьезных вещах, пока они не поучаствовали в этом проекте. Я очень довольна, что нам удалось привлечь молодежь, да, они все студентки, то есть как бы модельный бизнес – это просто как бы их подработка, условно говоря, вот, их заинтересовало, и что очень важно, у нас было очень много желающих, то есть мы с директором модельного агентства вот сидели, думали, как сделать, потому что, ну, не хотелось обидеть никого, да, а мы вот как волонтеры, мы не могли вместить больше, да, мы не могли там делать там не 12 месяцев, а сразу два года, предположим, да, вот, и, ну, это, наверное, тоже очень важно, и то, что вот, ну, просто оставило у меня огромный след в душе. Я бы хотела предложить вам и нашим зрителям посмотреть ролик, который вы создали, именно посмотрим на молодых, красивых и на зародливых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА